Надо быть патриотами и своего дела, и своей республики, и страны. Таким патриотом, безусловно, был Ильша Атганиев. Тогда нам никакие санкции не страшны. Россия в мировой изоляции превратилась в страну изгоя. Отдельные западные пропагандистские СМИ до сих пор, хотя сейчас уже в меньшей степени, пестрят такими хлёстками заголовками. И, похоже, так Запад сам себя пытается успокоить. Но результаты говорят об обратном. В экономике они совершенно точно своими неумными ограничениями и санкциями прострелили себе не просто ноги, а все другие части такого экономического тела, как Европейский Союз. Самоизоляция Европы в сфере культуры, опять же, удар по их интересам и остаткам репутации. Единственное, где, можно сказать, санкции однозначно больно ударили по России, так это в спорте. Но и тут есть обратная сторона медали. Вы представьте, какая может быть ценность золотой медали на мировых чемпионатах и Олимпийских играх, допустим, по художественной гимнастике или синхронному плаванию, без участия российских спортсменок. Или чего стоит золотая медаль в мировом лыжном спорте, если в соревнованиях не бежал трехкратный олимпийский чемпион. На сегодня абсолютно точно лучший лыжник мира Александр Большунов. Или наша новая яркая звезда среди лыжниц, тоже олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Кстати, этих спортсменов и спортсменок на этой неделе можно было увидеть в Казани, в поселке Мирный, на современнейшем лыжно-биатлонном комплексе, где только что завершился пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Приехала в Казань и легенда российского спорта президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльби. Подробности прямо сейчас. Сегодня в Казани очень холодно, холодно, но так и хочется воскликнуть. Мороз и солнце день не только чудесный, но и спортивный, праздничный, лыжный. Здесь, на новом лыжно-биатлонном комплексе в Мирном, это не только увлекательно, интересно, но и очень зрелищно. И есть за кого переживать. Хотя и гонка очень скоротечна. Здесь пролетают мимо меня только что лыжники, наверняка, в том числе и Сатарстана. А на дистанции, кроме того, и олимпийские чемпионы Александр Большунов, Денис Спецов, Вероника Степанова, Алексей Червоткин и многие другие. Более 200 лыжников и лыжниц из 40 регионов России, из них точно четверо олимпийских чемпионов на дистанции. Еще минимум столько же, кто на позиции ведущего комментатора или среди тренеров и болельщиков. Скажите, а какие еще спортивные состязания сегодня в России могут похвастаться таким звездным составом? Где чемпионы и призеры мировых первенц не только на лыжной трассе, но и на трибуне? Бронзовый призер Олимпийских игр. Ходьбе 50 километров. Нашему десанту, олимпийскому, который здесь присутствует, почетным гостям, нам все очень нравится, конечно. Но спортсменам, я думаю, что тоже нравится все, потому что очень теплый прием. Организаторы переживали, что из-за слишком морозной погоды придется либо перенести, либо еще хуже отложить старты. Однако на радость болельщикам этого не произошло. Количество же зрителей, которые приехали в Казань, в поселок Мирный, причем из разных регионов России, из Пензы. С удовольствием сюда приехали, посмотреть, поболеть, поддержать Татьяну Сорину и Веронику Степанову. Оренбурга. Приехал поболеть за своих земляков. Марийской республики. Очень все здорово организовали, все проводится замечательно. Москвы. Переживаю за дочь. Болею, да. Конечно, из Казани. Надо просто привлекать людей, секции какие-то создавать. И вот такие стадионы делать, и будет вообще все шикарно. А лыжами очень много занимаются. Превзошли все ожидания. Такое большое число зрителей приятно удивило спортсменов и тренеров. Организаторы реально постарались. И сами спортсмены приезжают и говорят, ух ты, где-то за 3-4 дня до старта, они говорят, тут же какая-то движуха, как на Кубке мира, видимо, будет. И сейчас они это ощущают. Реально здесь много зрителей, все организовано, проходы, питание. Зрительский ажиотаж реально порадовал, но не удивил самих организаторов. Кто-то сомневался, а я не сомневался, я знал, что приедут. Очень сильно захватывающий, очень сильно захватывающий. Поработай, Кристина, работай, Кристина! Сколько дней я здесь нахожусь на трассе, и голос как бы, знаешь, чуть-чуть подсел уже. А без этого никак, потому что на последнем повороте, на последнем подъеме надо обязательно подтянуть. Она пятая идет. 75 лет. Сколько минут проигрывает? Проигрывает третьему месту. Не зря говорят, дома и стены помогают. В комплексе в мирном татарстанским лыжникам и лыжницам помогали все, и тренеры, и зрители, но только не судьи. Впрочем, нашим ребятам и девушкам этого давно не нужно. Команда Татарстана явный лидер Кубка России в командном зачете. Практически в каждой гонке, в первой тридцатке, именно она дает очки в общий зачет до 10 спортсменов из нашей республики. В этот раз дома в Казани всем хотелось увидеть наших парней и девушек в призовой тройке. В первый день соревнований не получилось. У женщин на дистанции 10 километров ожидаемо победила олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Наши Анастасия Доценко и Лидия Горбунова вошли в десятку. У мужчин на 15 километров не было равных трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большенову. Татарстанец Иван Горбунов занял четвертое место. Зато в субботу невероятный успех. В драматичном финале спринта у женщин уже на финише падает Анастасия Кириллова. А татарстанская лыжница Ольга Сергеева не просто устояла, а ворвалась на второе место. У мужчин такая же бескомпромиссная борьба на финише. Разве что справиться с Александром Большеновым сейчас вряд ли кому по силам даже в мировых лыжах. Зато наши ребята практически одновременно пришли на финиш вслед за ним. Сергей Ардашев второй, Иван Горбудов третий. Второе место, ну это да, это победа после Большенова. Ты уже очень сильно закисывался на финишной прямой, и тут столько народу кричит, это просто мотивирует тебя. Помогают родные стены, как говорится, штока наших болельщиков, плюс все наше руководство было рядом. Они болели на трассе, кричали, их везде было слышно, поэтому не хотелось подвезти. А мы взяли сегодня три медали, значит, которые очень нужны были. Мы к этому очень сильно шли. Вы знаете, вот, наверное, и лыжники сами, и тренера. Я сейчас понимаю их состояние. Это вот, это долгожданное, понимаете, вот, когда ты заберешь медали, значит, которые, это бронза, это, это, как бы, равноценно, как золото Большенова, вы знаете, мы его так оцениваем. В этом сезоне это самое большое количество болельщиков, которые были на этапах Кубка России. Это очень здорово, потому что все-таки Казань, она удобно и, ну, и долететь сюда, и также ездить и остановиться. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый регион брал, примерно, допустим, с Республики Татарстан, с Архангельской области, которые пытаются, не то, что пытаются, а делают, как бы, открывают новые лыжные места. И это очень здорово. И дай бог, чтобы эта тенденция, она, как бы, и дальше развивалась, и в новых регионах появлялись новые лыжные центры. Вообще Татарстан очень стремительно наращивает вообще вот именно такую материально-техническую базу, то, что касается лыжных гонок. У нас в стране никто так не развивается, как Татарстан. Ну и Мирный, я не знаю, самые высокие оценки, какие могут быть. Мы говорим о том, что Россия сама задает стандарты. Вот как раз стандарт лыжно-биатлонного комплекса Мирным, он является таким максимально высоким. Это не только мое мнение, это мнение, прежде всего, спортсменов, тренеров, специалистов. Эстафета поколений. А такое вы где-нибудь видели в одной команде, которая формируется случайным образом по жребию, и олимпийские чемпионы, члены сборной России, и любители, юниоры. Эмоции непередаваемые тот случай, когда положение команд меняется на глазах, и любой отрыв можно отыграть. Мужчины-ветераны убегают от женщин-любительниц лыжных гонок. А так мужичок убежал, а мы за мужиком уже ничего не умеем сделать. Тем не менее, борьба, вот эта, ну, как бы, такая атмосфера была вообще классная. А победу приносят юниоры. Очень интересно своими наставниками прокатиться, почувствовать эту атмосферу. Я первый раз так бегу, с такими спортсменами. Это очень мотивирует. Выигрывают в конечном итоге все. Для детей, для развития, и то, что вы делаете правильно абсолютно, молодцы. Я думаю, что скоро мы здесь увидим не только наши спортсмены, но и какие-то нуждородные соревнования, потому что это достойное место. Это интересно для юношеского поколения, потому что повариться в такой атмосфере, поучаствовать с именитыми спортсменами, я думаю, им это запомнится и придаст импульс на дальнейший рост. Такие моменты, они настолько дают стимул молодым пацанам, будем говорить, ребятам, которые сегодня уже, значит, здороваются рядом с олимпийским чемпионом, рядом с чемпионом мира и так далее. Я думаю, что это большой стимул. И нам удается вот в таком стиле, значит, вести работу и в спортивных школах. В Казани мы всегда говорим, что это спортивная столица, но вот как раз культура боления, она формирует, казанская культура боления, мы это видели на универсиаде, на чемпионате мира по водным видам спорта, и чемпионате мира по футболу, и когда проводился WorldSkills и много других. Она очень гостеприимна, она не только поддерживает болельщики своих, но поддерживает в целом чистый, честный спорт. Вот это то, что сегодня является, наверное, лицом нашего российского спорта. Тимур Микморзин, Владислав Поташников и Булат Абдульманов. 7 дней.